Всех приветствую! Сегодня что-то мне подумалось А почему бы не сделать сравнительный тест Вот этих двух машин Из 70-х, 60-х годов Они по сути одноклассницы Или одноклассники, как их лучше назовем Это бытовая зигзаг машина Это то же самое Но это ГДР Это ССР Тут плюсы, минусы Ну, конечно, кто-то скажет, что сравнивать их некорректно И будет прав, может быть, где-то Но почему бы их не сравнить? Если вот это от них все избавляется Ну, а и от этих, в принципе, избавляется Но они еще имеют место быть Для таких целей, как что-то отремонтировать Что-то хоть и сшить Это пускай не смущает вас, что я поставил их рядом Здесь блок фигурных строчек я отключил Так что, по сути, это не 51-й, а 53-й Ну, а почему отключил это? Я уже говорил, там мне прислали эту машину Там не было запчасти одной Но я где ее? У меня ни станков таких Ее на коленке не сделаешь Я ее сделал Но блок фигурных строчек с ней, с этой штукой работает некорректно А в основном, зигзаг и прямая этот рычаг не влияет Он влиял только на позиционер иглы Когда его не было, позиционер уехал в сторону И она не шила вообще, мне пришлось сделать его Там я с Москвы прислал подписчик Спасибо ему, конечно Потренировался в изготовлении Но я вернул ее в строй, самое главное А блок вот этот вот автоматический строчек Я не знаю, кому он нужен Говорят, когда-то это было модно Там отделывали что-то Я не знаю, я далекий от этого Мне это просто неинтересно, если честно Вот Чайка 3 Эта машина Тогда еще выпускалась С чугуна Она весит где-то килограмм 12 Но вот это тяжелее С чугуна я имею ввиду здесь платформа Позже со сплава стали Вот это почти на 5 килограмм Тяжелее последующих чая По идее-то надо было мне чайку 2 Это было бы как-то более корректно Чайка 2, она тоже немецкие корни имеет По-видимому Какие-то те А это, я как слышал С японской сделали Ну, не знаю, может быть я не прав Но я так слышал За что купил, как говорится Вот давайте теперь посмотрим В чем они Различаются, в чем одинаковые Ну, по сути, одинаковые они У них функция одна Сшить два куска ткани Что на этой вы сошьете, что на этой Они обои Очень такие проходимые Конструктивно, конечно Отличаются вверх Вверх отличаются Да, в принципе, чем они Велосипед изобретать как Машины все одинаковые Вот, давайте сейчас Заглянем Как говорится И той, и той Во внутренности Так, вот чайка 3 Что у нее Вот у нее Сразу же Вот эта вот шестерня Редко-редко Я еще раз повторяю Редко, но бывает, что Слизывает шестерни Но слизывает как И это здесь капрон Он очень прочный Бывает, что От хранения Закоксовалось что-нибудь Начали крутить Здесь заклинило все Ну, короче Слизывает зубья Я встречал несколько раз Вот Это единственная ложка дегтя Конструкция этой машины А так все тут Вот она рамка Игловодителя Эта машина мне досталась В состоянии металлолома Я ее на барахолке Просто мимо проходил Мне ее жалко что-то стало Она стоит ржавая И дед какой-то Ну Не знаю То ли он не разбирается То ли от жадности Он за нее просил Что-то тысячу что-ли Рублей Я говорю Дед На тебе вот Две сотки И считай, что я Тебе их подарил Эти две сотки Ну, она была Я вот У меня видео есть По этой По-моему Три видео даже И как я ее оживлял Особенно Вот здесь Вот здесь Редуктор вот этот Он был На молекулярном уровне Здесь все Все Вот прижарило Она видимо Вот так стояла В воде, наверное Или где-ли В снегу В сарайке Где-нибудь В углярке Хранят же Где попало Люди же не понимают Но Я ее вернул к жизни Что радует Вообще У меня были мысли Поменять Но у меня К сожалению Не было Этой запчасти От обычной Чайки Здесь не подходит Это Может подойти От чайки Два Но вот Вот этот блок Челночный Он Другой Здесь Несколько Тут вал По длине Отличается Но я Вот этот Старый Оживил Так Теперь Переходим К немецкой Тут Конечно Ну это Сравнивать Как Волгу И Мерседес Наверное Хотя И та И другая Могут Тебя из точки А в точку Б Привезти Дно Здесь Ну здесь Естественно Естественно Все сделано Мягко говоря Не так Как здесь Пластмасса Здесь присутствует Только на ручках Внутри Вот она Шестерня Вот это Вот она Эта шестерня Зигзага На которой Я показывал Здесь Она естественно Из металла Также Все В принципе Здесь Также Поворотная Регулятор Прижима Лапки Ну Одинаково Скажем так Далее Под платформой Ну а здесь Здесь Что Тут Классическая Правоходка Что это Что это Здесь Все Одинаково Потому как Велосипед Второй раз Не изобретешь Также Ну здесь Подъем Организован Не отдельным Валом Как здесь А эксцентрик На валу На щелночном валу Здесь отдельный Ну Это На всяких Машинах Как Кто Как Конструкторы Как Решили Так и сделали Также Два Шатуна Ну все Одинаково Но Вот Немецкая Я вам скажу Вот этот Монументальный Редуктор Я не знаю Он по моему Чересчур Сделан Монументальным Вот Не надо Такого Вот Поэтому Она и тяжелая Вот эта машина Ну тяжелее Чайки Наверное Килограмма На 3 На 4 Настолько же Сколько Чайки Тяжелее Последующих Чаек Настолько Келлер Тяжелее Чайки 3 Ну это 12 13 Это 16 15 15 по моему Килограмма На 2 Точно Она тяжелее За счет Вот этого Вот Эта рамка Она Чересчур Чересчур Усилена Это вот Мое мнение Не знаю Ну Здесь Ресурсу Этой машины Он не ограниченный Наверное Ну В обозримом Будущем Ей не будет Ничего Будут ломаться Нечему Абсолютно Единственное У них Первый Первый Ту Залили Какой То Смазкой Ну Хорошо Хоть Не Подсолнечным Но Каким То Маслом И Она Стояла Ну Может 10 Может 30 Лет И Ее Спасло Вот Эту Машину Я ее Долго 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 Оживлял И На ночь Тряпками Обмотал Вот Здесь Блок Зигзага Пропитан Тряпками Пропитан Керосинами Закрыл Все И ушел В мастерскую Открыл Окна Вентилятор Включил И Только Вот Это Ее Спасло Я Оживил Там До Того Все Плотно Скомпоновано Что Смазка Попала Все Вот Эти Вот Сочленение Детали Там Притерта Очень Сильно Плотно И Только Вот Такие Парами Я ее Спас Вот Я еще Раз Повторяю Если бы Вот Это Хранилось Как Это Все На Крест Только На Метал Эту Я Восстановил Ну Что Тут Еще Давайте Сейчас Посмотрим Как Шьет Регуляторы Здесь Одинаковые Многооборотные Что Тут Еще Да Вот Еще Что Вот Здесь Здесь Чайка Более Предпочтительный Мне кажется Ну Регулятор Строчки Ладно Еще Ладно Но Вот Реверс Господа Реверс Вот Совершенно Неудобный Для меня Во всяком Случай Здесь Классический Здесь Лучше Чем У последующих Чаек Он Надежный Ему Ничего Не будет Он Простейший И Очень Функциональный Закрепочка Лучше Вот В этом Чайка Предпочтительней Да Чуть Не забыл Вот Еще Плюс Чайки Это Моталка Простейшая Ненадежная Ненадежная Здесь Немцы Наворотили Такая Же Тут Как И У Веритас Ну Мне Вот Это Совсем Не Нравится Вот Это Усложнение Столько Запчастей Вот Этих Вот Всяких Рычагов Две Пружины Стоит Ну Сами Понимаете Чем Сложнее Тем Ненадежнее Но Это Вот Они Уже Их Не Переделать Немцев Недаром Ж Как Говорится Есть Такая Пословица Но Это Чисто Немецкая Зачем Делать Узел Из Десяти Деталей Когда Можно Сделать Из Двадцати Пяти Вот Они По Такому Принципу Идут Ну Не Нам Их Судить Это Их Вопрос Ладно Отвлекся Опять Да И еще Один Плюс У Чайки Очень Такой Жирный Плюс Если Здесь Что Что Сломается Я Могу На Ведро Найти Вот Эти Железяк На Чайку Я Найду Хоть Что На Келлер Я Не Найду Ничего Ну За Исключением Ну Что Я Могу Тут Найти Шпульный Колпачок И то Он С Инородным Он Может И Я Не Знаю Я Не Пробовал Сюда Ставить От Чайки А Вот Я Знаю Лада С Ротационным Она Не Переваривает Ну Там Другой Другой Механизм Ну Я Думаю Что И Вот Этот Начнет Капризничать Ну Здесь Настолько Все Свое Что Сюда Вот Ну Челночное Корпус Челнока От Правоходки И Это А Больше Тут Что Еще Подойдет Вот Здесь Вот Здесь Вот Регулятор Он Здесь В Тело Вкручивается Не Здесь Вот Стакан Здесь Я Могу Поставить Вот От ПМЗ 2 Там Да Хоть От Чего Могу Поставить Здесь Если Не Дай Бог Мне Пришла Сломанная Вилка Я Там Перерезал Резьбу И Нашел Ну Ничего Для Нее Нет Ничего Только От Донора Если Брать Вот По Ремонтопригодности Чайка Естественно Впереди В качестве Электроприводов Тут Стоят Туры Для чистоты Эксперимента Так Что-то тут Стоит Не тот Ремешок Ну ладно Это я сменю Подсветочка Здесь Светодиодная Да Еще Здесь Вот Тоже Хлипкая Хлипкая Вот это Вот Я не знаю Может быть Она и работала Бы от времени Я вот Несколько раз Менял Они Рассыпаются Тумблера Ну У чайки Тоже с этим Не все Хорошо Здесь Естественно Рассыпался Я поставил Металлический СССР Сетевой Тумблер Так что Все тут Работает Но здесь Подсветка У меня Здесь Это Вытащено Разъем На Подсветку Ну В принципе Можно подцепить У меня их полно Ладно На этом Первая часть Закончена Такой Обзорчик Вторая часть Будет Непосредственно Тестовое Шитье Я Что-то Решил Сделать Две части Чтобы Не растягивать На 30 минут Я сам Не люблю Длинные Видео Эти И Зрители Как-то Более Воспринимают Такие Минут 10 12 15 От силы Ладно Первая часть Закончена Закончена